Продолжаем. Я принял в нашу зум-конференцию нашего следующего спикера. Максим, привет. Как слышно? Раз, раз. Слышно. Хорошо. Собственно, я передаю тебе слово. Давай демонстрацию презентации. Макса я уже сегодня представлял по ходу своего выступления, но он представится еще раз. Все, друзья, я отключаюсь. Время пошло. Хорошо выступление. Спасибо, Владимир. Всем привет. У нас сегодня будет очень интересная лекция. Кстати, данную информацию вы нигде не услышите. Это я вам гарантирую, потому что, когда я два года назад пытался выбрать тему, нишу для выступлений, я выбрал ту, которую никто не раскрывает. И в силу того, что мне самому нравится психология, я ей давно увлекаюсь и сейчас даже подумываю получить профессиональное образование выше психолога. Сегодня будет фундаментально про поведение клиентов, про то, как влиять на поведение клиентов, про то, какие методы есть влияние на вашу аудиторию и как сделать так, чтобы вас покупали. По сути, это фундаментальные вопросы, которые актуальны любому человеку, который занимается маркетингом, либо у него есть свой проект. Итак, начну с того, что сегодня вы можете получить от меня подарки. Да, это абсолютно бесплатно. Отмечайте меня в Инстаграм. Мой ник небо табу, он есть на слайде. Владимир или там кто-то из организаторов может продублировать ссылочку на мой Инстаграм. Те, кто отметит меня в Инстаграм и напишет отзыв о сегодняшнем выступлении моем, вы получите от меня бонусы. Это топ-1000 книг по маркетингу, причем в электронном виде, не просто ссылки, а прям книги. И презентация нынешняя, вот которую сейчас вы видите, потому что не все я успею рассказать. Там порядка 200 слайдов. Вот мои выступления и ссылка на секретный вебинар, где я рассказываю, как зарабатывать на клиентах большие чеки. Вот это все вы получите совершенно бесплатно, если отметить меня в Инстаграм. Итак, план сегодняшнего доклада. Мы сегодня поговорим про такие понятия, как трансформация клиента, про мотивации клиента, про архетипы, про гештальпсихологию, как ее можно использовать в пути клиента, про триггеры, про креативы и про упаковку. Меня зовут Макс, я вхожу в топ-100 лучших маркетологов России и СНГ по версии портала PRBZ и немножко расскажу про свой опыт, чтобы вы мне больше доверяли для тех, кто меня, возможно, не знает. Среди моих кейсов самые такие яркие, громкие, это продвижение Тони Роббинса в Олимпийском, 26 тысяч человек. Я непосредственно занимался этим продвижением напрямую с СНРК, то есть я не какой-то там субподрядчик третьего, пятого звена. Я конкретно этим мероприятием занимался, а до этого два года продвигал его семинары по всему миру. Это Лондон, Майами, Австралия, Сингапур, Амстердам и так далее. Также я был директором по маркетингу Аяза Шабудинова, ввел его программы, был спикером и был методистом, то есть разрабатывал обучающие программы по маркетингу. Также продвигал Радислава Гондопаса, собирали на Экарта Толли, это немецкий писатель, 6 тысяч человек, хоркости Тихопхол. Также продвигал конференции в Сколково, сотрудничал с артистами Blackstar, продвигал их концерты, сейчас работаю с Екатериной Уколовой. Если говорить про бизнесы, то это порядка 100 компаний. Из последних это компания VTB, TransLink, компания Master Suite. И была даже своя компания Miller, компания, которую мы создали вместе с Владимиром Харитоновым, это автомобильный парфюм в машинах, возможно, вы видели в своем городе. Мы ее создали буквально за три месяца, я отвечал за маркетинг, за продажи, 85 партнерс в городах за три месяца мы создали и потом компанию продали, сейчас мне уложено 1 миллион долларов. Вот, в общем, тоже опыт реализации моих каких-то идей в маркетинге, в собственном бизнесе у меня тоже присутствует. Небольшие фото, то, что я вам не придумываю, все это правда. За последний год не без помощи Владимира, организатора, выступил в более чем 30 городах, за что спасибо Владимиру. Вот, также занимаюсь музыкой, с 14 лет сотрудничаю, знаком лично с некоторыми продюсерами. Вот здесь на фото Иван Шаповалов, это продюсер группы Тату. Вот, в общем, такой вот у меня опыт, вот фото, то, что я партнер Тони Робинс, это фото из Лондона сделано. Вот, давайте теперь, ну, порядка 500 миллионов рублей в среднем я, там, так посчитал по сероемкам, да, принес своим клиентам. Да, небольшая информация о том, как со мной посотрудничать сразу, да, кому интересно, актуально. У меня есть формат наставничества, да, я на время отказался от курсов, от обучения. Вот, у меня есть личная работа с людьми, я могу доводить, там, ваш бизнес, там, в x2, x5 за счет улучшения ваших маркетинг-параметров, за счет бизнес-процессов, которые мы, там, доладим, докрутим. Вот, также беру в обучение маркетологов, которые хотят больше зарабатывать. Вот, 35 человек уже прошло эту программу мою личную, я лично работаю, поэтому, вот, кому интересно, можете мне тоже в Инстаграм написать. Итак, первое, с чего я хочу начать, это, когда мы говорим про анализ конкурентов, когда мы говорим про анализ пути клиента, про продукт, про понимание поведения клиента, мы должны, прежде всего, собрать информацию. Есть два типа анализа информации, есть антропологический и статистический. 98% маркетологов используют статистический сбор анализа, когда они анализируют, там, Ройстат, Яндекс.Метрику, Гугл, Эдвардс, там, тепловую карту, там, этих кликов, вот, в общем, все, что имеет цифровой след. Я же сторонник антропологического, это анализирует поведение клиента вживую. Это фокус-группы, это какие-то скрытые камеры, это, не знаю, жучки, это просто, там, встать и наблюдать за клиентами, как они себя ведут, что они покупают. Вот это более приближено к жизни, потому что это и есть жизнь, да, потому что одно дело догадываться, когда видишь какие-то цифры в интернете, другое дело смотреть, как оно происходит на самом деле. Вот. После этого мы берем и используем уже статистический вид анализа. Вот, можете сделать скриншот, я собрал для вас основные сервисы, по которым можно анализировать конкурентов, да, я не буду их перечислять, просто можете скриншот сделать. Как происходит сбор, анализ конкурентов? Вот такая таблица, пример того, как мы это делаем в моем агентстве. Здесь берутся основные параметры, по которым нужно анализировать, да, там, положим, там, сайт, сообщество, визуал, УТП, продукт. И по ним мы смотрим сильные и слабые стороны, да, конкурентов. И пытаемся понять, почему у конкурентов покупают, а у нас не покупают, либо, наоборот, почему у них где-то клиент может отвалиться, да, и улучшаем это, то есть чтобы у нас таких же ошибок не происходило. После этого составляем портрет целевой аудитории, да, то есть тоже можете, я не буду зацикливаться на вопросах, просто сделайте фото для того, чтобы дальше это все использовать. Дальше карта сегментов. Чаще всего это можно применить именно в рекламе, в создании рекламы, когда мы разбиваем, там, целевую аудиторию на сегменты, да, там, по интересам, по полу, по возрасту, по, там, достатку и так далее. После этого можно определить основные характеристики вашего продукта, быть хорошим во всем невозможно, поэтому старайтесь выбирать одно что-то, да, то есть вот было интересное интервью Оскара Хартмана с украинским маркетологом, когда он, Оскара спрашивает, если бы ты сделал рубашки, какие бы это были рубашки, то есть что бы это был за продукт, Оскар говорит, вот, чтобы эти рубашки не мялись, не рвались, там, и, не знаю, там, были из плотного материала. Он говорит, давай возьмем что-то одно, давай не мнущиеся рубашки, все, потому что люди запоминают только один факт о вас, и им только один факт важен, поэтому выбирайте одну какую-то характеристику, которую будете бить. Дальше. Очень важно понимать, да, если мы уже подбираемся к психологии поведения, процитирую экономиста, маркетолога Людвига фон Мизеса, важен не только продукт, но и контекст его потребления. Что это значит? Представим, что вы заказали пиццу, да, и вот пиццу привезли вам в таком вот виде, да, то есть она вся вот перевернутая, там, не знаю, курьер вам нагрубил, там, вот как у меня, на самом деле, вот и было недавно, там, мне пиццу пять часов везли. При этом пицца-то вкусная, но когда у меня спросят, как мне была, ну, понравилась ли мне услуга по доставке пиццы, сама пицца, да, я скажу, что нет, не понравилась, потому что пицца была вкусная, но сам контекст ее потребления меня не устроил. То есть курьер опоздал, курьер нагрубил, в таком виде мне ее привезли, я недоволен. И у клиентов нету возможности разделить качество продукта от контекста его потребления. Вот тут очень важный момент. Еще один пример, скажем, вот у меня была консультация, ко мне обратился владелец стоматологии, да, он спрашивает, Макс, что мне нужно улучшить у меня в бизнесе, чтобы у меня было больше клиентов. И, как правило, 90% предпринимателей думают, как, нужно больше ввалить денег в рекламу, чтобы больше зарабатывать. Нет, я взял и сказал ему, давай я приду как клиент и проанализирую путь клиента, вот как вот есть на самом деле, да, и потом тебе скажу, что доработать. И 20 минут я пытался найти эту стоматологию в спальном районе, я не мог ее найти, потому что нет вывески. Потом, когда я нашел эту стоматологию, вывеска была ужасная. Лестница, по которому нужно было подниматься, она вся раздолбанная, некрасивая. Я вхожу, со мной не поздоровались, не предложили мне чая. И вот эти все моменты, они на самом деле важны. Потому что я у него второй вопрос спрашиваю, вот сколько у тебя клиентов возвращается в твою клинику, да, то есть, окей, ты там один раз кого-то себе принял, а второй раз, третий раз. Он говорит, нисколько. Я говорю, ну вот тебе и ответ, потому что, по сути, если они получили негативный опыт клиентский, то, естественно, они не вернутся и пойдут в другую клинику. Трансформация клиента. Вот самое важное, вот одно из самых важных моментов, которые я хочу сегодня рассказать. Я не зря привел в слайде гусеницу и бабочку, потому что, когда клиент знакомится с вашей услугой, да, когда он задумывается о том, что ему нужна какая-то услуга ваша, он проходит определенные стадии трансформации, да, то есть, стадии трансформации мышления, отношения к себе и к окружающему миру и поведению в том числе. Начнем с трех задач маркетинга. Какие у нас три задачи основные есть, да, вот по Котлеру? Это привлечение, вовлечение и возврат. Это три основные задачи маркетинга. Вот также есть три состояния клиента основных, которые выделил. Это состояние жертвы, состояние пробужденного или осознанного и состояние фаната или мастера. Состояние жертвы обуславливается, когда у человека есть проблема, он не знает, как ее решить и не знает, с кем ее решить. Второй уровень, вторая трансформация, второй этап – это когда человек знает, как решить свою проблему, но не знает, с кем. И третье – это когда он знает, как решить проблему, знает, с кем, и он начал уже ее решать и получает определенный опыт. Если опыт положительный, он становится фанатом бренда. Если отрицательный, он становится хейтером и негативит. Пример, да, скажем, вот у меня есть задача похудеть, да, я нахожусь в состоянии жертвы, у меня есть проблема, я не знаю, как ее решить, потому что есть разные способы решения данной задачи. Это пойти в спортзал, пить больше воды, меньше есть, не есть после шести, начать бегать, принимать какие-то бады, не знаю, там, жиросжигающие, там, какие-то чаи, там, еще что-то, да, то есть куча вариантов. Предположим, я останавливаюсь на спортзале и в этот момент я перехожу во вторую стадию, то есть я знаю, как решить мою проблему, спортзал, но спортзал же не один, там, скажем, в Москве или там в вашем городе, их там сотни, поэтому мне нужно понять, с кем мне решить мою проблему, да, то есть у меня уже приоритеты меняются. То есть в первом случае мне было важно понять, как решить проблему, да, это мой был приоритет на втором месте, у меня приоритет с кем мне решить, то есть мне понять параметры, по которым мне выбирать спортзал, предположим, да. И третье, я получил опыт, и этот опыт либо у меня устраивает, да, и я продолжаю взаимодействовать с этим спортзалом, либо нет, я ищу новый, и опять цикл повторяется. Вот так выглядит карта пути клиента, да, то есть мы в агентстве, в моем, каждому клиенту разрабатываем такой путь, чтобы понимать, что на каждом этапе должен клиент понять о нашем бизнесе, о нашей услуге, как он себя должен ощущать, какие триггеры мы должны использовать на этом пути, чтобы максимально эффективно с ним провзаимодействовать. Вот путь клиента в нашем маркетинг-агенции, да, то есть вот пример, да, вот клиент пришел, вот от момента там поступления заявки на сайте до момента допродажи ему допуслуг каких-то, вот весь путь он прописан, и вы тоже должны это прописывать у себя в вашем проекте. Вот, скажем, пример воронки Тони Робинс через колесо жизни, тест баланса, да, вот сейчас часто используют этот тест, когда я это делал, по сути, я был первым, кто ее реализовал, потому что я взял пример с американской воронки. Здесь тоже путь клиента, то есть тут состояние жертвы, у меня проблема, то есть, предположим, вот здесь, когда человек входит на тест, да, который говорит ему, давай определим твои слабые стороны, предположим, у человека одна проблема какая-то, да, предположим, он мало зарабатывает, либо он недоволен своим здоровьем, либо он часто нервничает, да, вот у него одна проблема. Как только он прошел тест и начинает потреблять контент, у него из одной проблемы рождается несколько, потому что ему объясняют, как решать ту проблему, но из-за того, что его уровень осознанности, да, почему второй уровень еще называется осознанный, потому что уровень осознанности, осведомленности клиента повышается, он больше начинает узнавать о себе, об окружающем мире, о своей проблеме, и из одной проблемы у него рождается, предложим, три, да, и после этого он выбирает, с кем решить эти три проблемы, да, вот он путь, трансформация я. Я сегодня еще буду говорить про гештальт, вот кто знаком с психологией, с понятием гештальт-психологии, можете, там, плюсану сейчас в чатик, я, кстати, смотрю чатик, что такое гештальт, и почему я использую термин гештальт в маркетинге, потому что гештальт, по мне, да, вообще, что такое маркетинг? Маркетинг – это состояние напряжения, да, то есть когда у клиента есть нерешенная какая-то в голове или в состоянии его проблема, он начинает пользоваться услугами какими-то, да, если у клиента решена проблема, да, то есть вопрос закрыт, ему не надо ничего покупать, вот именно поэтому, вот я сейчас как раз-таки, вот Владислав рассказал про выход книги, я только пишу свою книгу с Кирой Мулановым, если такого знаете, напишите десяточку, вот как раз про это я рассказываю в своей книге, которая должна выйти там через месяца 3-4, про психологию поведения клиента, где я использую гештальт-психологии в маркетинге. Соответственно, что такое маркетинг? Как я его понимаю? Маркетинг – это создание напряжения у клиента. Вспомним эффект сериала, вспомним «Игру престолов». Почему вы смотрите «Игру престолов»? Потому что это называется открытая петля, состояние напряжения. Вы посмотрели первую серию, она заканчивается на самом интересном, мальчик увидел, как сношается брат и сестра, от шока упал из башни, непонятно, почему брат и сестры спят друг с другом, мальчик выжил либо нет, то есть у нас незаконченность, незавершенность, нам хочется дальше смотреть. В этом-то и смысл маркетинга. Если, вот почему, скажем, вот у кого, напишите плюсик, напишите плюсик в чате, у кого проблемы с тем, чтобы переводить из бесплатного в платное. Скажем, вы даете бесплатную консультацию, но мало людей у вас оплачивают ее потом. То есть, ну, когда, по сути, задача бесплатной консультации или чего-то бесплатного, какая, чтобы потом сконвертить в оплату. У кого проблемы с этим? Напишите плюсик, да, сразу объясняю, в чем проблема. В том, что на первом этапе бесплатного вы даете слишком много. Вы закрываете проблему клиента, вы закрываете его гештальт, соответственно, ему смысла понта дальше нету идти за вами, понимаете? Поэтому нужно порционно выдавать. Именно поэтому это целое искусство создавать путь клиента и разрабатывать продуктовую линейку. Потому что продукты должны логичным образом один за один цепляться. Если первый продукт дешевый либо бесплатно решает полностью проблему клиента, не создавая новые проблемы, да, помните, я объяснял, что одна проблема была, а потом у нее три оказалось, когда ему начали объяснять, как решать эту проблему, да, то все, вы не зарабатываете денег. И именно поэтому многие бизнесы банкротятся или не зарабатывают столько, сколько должны зарабатывать. То есть не приходит точку безубыточности, потому что они неправильно поняли психологию клиента. Они не знают, что такое гештальт, а вы теперь знаете. То есть гештальт в маркетинге – очень крутая тема. Тоже пример пути клиента. Реальный кейс. Обратилась компания по систематизации, автоматизации ресторанов. У них заявка стоила 1500 рублей. Вот с помощью вот такого пути клиента я им снизил в 10 раз стоимые заявки. Только за счет понимания психологии поведения клиента. Бюджет тот же, заявка стоит в 10 раз дешевле, конверсия та же в оплату. Круто, круто. Мотивация. Самое охренительное в этой презентации – это вот эти слайды. Вот поэтому внимательно слушайте, прямо вот сейчас вот сфокусируйтесь на этой информации. Вы нигде ее больше не услышите, кроме как здесь. Да, напоминаю, делайте, выкладывайте меня в Инстаграм. Сторис отмечайте и скину вам полезные бонусы. Итак, есть три уровня желания клиентов. Есть явные желания. И 90% маркетологов работают именно с явными желаниями. Но самое то, что интересно, есть еще мотивация на деле и мотивация скрытая, неявная. Давайте разбираться. Первая явная мотивация обуславливается, что клиент хочет. То есть он говорит, я хочу вот это. Я хочу вести здоровый образ жизни. Я хочу похудеть. Я хочу купить себе машину. Я хочу себе накачать задницу. Я хочу продвинуть свой Инстаграм. Это явное желание клиента. Что делает клиент на самом деле? Очень сильно может отличаться от того, что клиент говорит. И самое то, что интересно, если мы понимаем скрытую мотивацию, то есть мотивацию третьего уровня, это вообще, ну, считайте, вы бог маркетинга. Именно так подходит к пониманию вопроса большие корпорации, да, которые там вкладывают миллиарды долларов в рекламу, там, Coca-Cola, предположим, да, там, Nestlé. И они понимают скрытую мотивацию клиента, которая не на поверхности. Давайте разбираться, что это такое. Пример Инстаграм. Смотрите. Что хочет клиент, когда скачивает Инстаграм приложение? Ну, если просто, ну, взять первое попавше, что приходит в голову, это делиться фото и видео из своей жизни, да, то есть делиться моментами своей жизни. По сути, это и есть слоган Инстаграм. Share your life moments. Делиться своими моментами жизни. Что делает клиент на самом деле? Когда он скачивает Инстаграм, он же не выходит, там, не делает фотографию, когда только встал с кровати, да, когда там девушка там неухоженная, некрасивая, да. Как правило, мы пытаемся казаться лучше, чем есть на самом деле в Инстаграме, то есть мы пускаем пыль в глаза. То есть получается, на первом этапе мы вроде бы хотели делиться моментами жизни, а на втором уровне мотивации, да, как мы делаем на самом деле. Мы пускаем пыль в глаза, мы хотим казаться лучше, чем есть на самом деле. И еще момент. Если спросить у людей, что они смотрят в Инстаграм, на кого они подписаны, как правило, люди, потому что они хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле, то есть говорят одно, делают другое. Что они говорят? Я потребляю полезный контент, да, то есть я там подписан на каких-то там новостные блоги, там, популярные какие-то там передачи. Но что они делают на самом деле? Они смотрят, я называю это попкорн-контент, тупой, дебильный, там, какие-то ролики, комедий-клаб, да, там, вайны, вот эту всю чушь, которую ты даже не запоминаешь, она никак тебя не развивает, да. И третья, скрытая мотивация, да. Зачем нам Инстаграм? Чтобы, предположим, ну, по сути, скрытая мотивация, она всегда связана, вот если по Юнгу брать, если уж мы сегодня говорим про психологию, вот читайте Юнга, кому интересно, есть низменные, есть три состояния эго, да, вот есть социальное эго, то, кто мы есть, и низменные наши желания. Вот низменные желания, они связаны с основными семью грехами. Вот как раз-таки скрытая мотивация клиента в Инстаграм, скрытая мотивация пользователя Инстаграм, это, ну, как правило, что зависть, алчность, да, там, эго, да, вот это вот, чревоугодие, там, пожрать, да, там, либо, там, посмотреть на жопу, там, жены соседа, да, это все грехи, это грехи наши человеческие. Вот они, скрытые мотивации. Можете здесь сделать скриншот, то есть, вот, ответ на вопрос по трем уровням мотивации в Инстаграм. Что хочет клиент Инстаграм? Делиться фото и видео, как я сказал, из своей жизни следить за фото и видео друзей. Что делает на самом деле? Они потребляют тупой контент, мы, да, то есть мы, мы все потребляем тупой контент. И третьем уровне мотивации. Знаете, вот, полтора года назад была закрыта функция следить за тем, кого лайкают твои друзья. То есть, вот, девушки могли следить за парнями, кого они лайкают, там, может быть, бывшую лайкают, да, а парни могли следить за девушками. И эту функцию брали, видимо, потому что повысилось количество разводов, там, по всему миру, да, но вот, по сути, вот она, скрытая мотивация. Зачем реально? И разработчики Инстаграма об этом знают, да, именно поэтому они вот играют с нашими эмоциями. Кстати, вот еще один момент, да, вот, ТикТок. Мне почему-то кажется, это, конечно, непроверенная информация, это мои домыслы, но мне кажется, что алгоритмы ТикТока сейчас работают специально таким образом, что дают большую возможность получить больше просмотров и подписчиков, чтобы нарастить себе базу блогеров, потому что они понимают, что скрытая мотивация, основная человека, сидящего в социальных сетях, это что? Это внимание к себе, да, то есть привлечение внимания, качать свое эго, важность, и они это дают. Именно поэтому ТикТок бурно развивается, потому что в Инстаграме выставил фото, ее лайкнуло, там, три человека, три коллеги, а в ТикТок зашел без подписчиков, без крутого контента, и ты можешь стать известным уже завтра, получить миллион просмотров. Именно поэтому люди туда идут, потому что скрытая мотивация, они ее поняли, они дают это клиенту. Давайте следующий пример с Макдоналдс. В 90-е годы в Америке Макдоналдс вводят в меню салаты, да, то, что сейчас тоже у нас есть, и как обычно у нас все доходит с Америки до России, там, с гэпом, с этим периодом в 15-20 лет. Вот тогда начался бунт здорового образа жизни, да, то есть все начали следить за здоровьем, но я был в Америке, вот в Майами, и когда я ехал на машине по Флориде, я заметил, что, и мне, в принципе, местные американцы подтвердили, что американцы не любят ходить в рестораны, ну, как мы, предположим, русские, да, либо там готовить там дома. У них нет такой культуры, у них культура быстрого питания, то есть бургеры, хот-доги, пицца. И представьте себе, в 80-е годы люди начинают следить за своим здоровьем, и если говорить про низменную мотивацию, то мы не homo sapiens, мы уже давно homo social, то есть человеку очень страшно быть одним, то есть белой вороной оказаться. То есть нам всегда важно, чтобы мы были частью общества, частью сообщества, хоть какого-то. И, естественно, самое страшное – это оказаться вне этого общества, когда тебя порицают, когда тебя там не принимают. И, естественно, если человек там всю жизнь питался гамбургерами, он привык там есть в Макдоналдс, тут здоровый образ жизни, культ. Он что хочет? Он хочет вроде бы, ну, жрать так же бикмаки, потому что он к этому привык, но при этом у него есть чувство вины. И Макдоналдс, понимая, что у него есть чувство вины, он ему дает возможность прийти в Макдоналдс за счет салата. То есть салат служит таким лид-магнитом. Человек приходит, ставит галочку, что я слежу за своим здоровьем, покупает салатик, и потом после этого ему предлагают, а купи бикмак. И он ради бикмака как раз и пришел в Макдоналдс. Вот самое, что интересно, когда они ввели салаты в меню Макдоналдс, продажи Макдоналдс возросли, но не за счет салатов, а за счет тех же бикмаков. Вот что самое интересное. Как пишет маркетолог Макдоналдс, они действительно, клиенты, хотели видеть в меню салаты, но простая близость к правильному питанию удовлетворила их интерес к нему. То есть маркетологи, получается, они монетизируют стремление человека, а не его фактическое действие. То же самое мы имеем со спортивными залами. Если бы спортивные залы зарабатывали только на тех людях, которые ходят туда, они бы давно уже все закрылись и обанкротились. Как спортивные залы зарабатывают? Они зарабатывают на абонементе. Но при этом они знают, что абонементом воспользуются, ну, условно, 20-30%. Оставшиеся 71-23 раза походят и забьют на спортивный зал. И они именно так и зарабатывают. То есть они, получается, продают мечту, они продают стремление человека следить за своим здоровьем, а не фактическое его поведение. То есть, по сути, если тебе важно заниматься спортом, ты можешь это сделать и сам, без спортивного зала. Там надел кроссовки и начал бегать. Там, не знаю, вот у меня около дома есть спортивная площадка, взял там турникмена, включил и начал качаться. Но люди на самом деле не хотят этого. Они хотят сделать вид, что они следят за своим здоровьем и купить себе индульгенцию того, что я слежу за своим здоровьем. То есть, по сути, они покупают состояние спокойствия для себя. То есть, я купил, у меня есть абонемент, я в любой момент могу пойти, но не идут. Вот в чем прикол, да? Журнал Forbes, третий пример. Как вы думаете, кто 90% покупает журнал Forbes? Сразу отвечу. Это люди, которые вообще никакого отношения к бизнесу не имеют и не будут иметь. Почему? Потому что люди, которые покупают журнал Forbes, и Forbes об этом знает, это те люди, которые хотят прикоснуться к миру бизнеса, хотят посмотреть на жизнь богатых, но при этом они не хотят заниматься бизнесом. Они покупают журнал Forbes не ради индекса Доу Джонса, а потому что они хотят получить определенную эмоцию. Опять же, вот они, три уровня клиентов, мотивации. Это самое интересное. Дальше. Да, вот слайд. Так как вот на своем продукте понять три уровня мотивации. Что я хочу, что я делаю, что на самом деле хочу, не догадываясь об этом. Делайте скриншот. Дальше. Сейчас мы подходим к еще одной очень интересной теме. Я постараюсь быстро ее рассказать. Осталось буквально 10-15 минут. Процитирую психолога Зигмунда Баммана. Наше время – это жидкое время. Рост депрессии и панических атак. Современный западный социум получил название Liquid Society – жидкое текучее общество. Что это значит? Если вы хотите создать продукт, бренд, который будет трендовым, который будет понятен многим, который будут покупать, как вот скажем, почему Моргенштерн сейчас популярен, это все объяснимо с точки зрения социальной психологии. Если мы возьмем, проанализируем десятилетки, скажем, в России, и какое было состояние общества в каждые 10 лет, то, скажем, если мы берем СССР, то в СССР это был коллективизм. То есть люди работали на общую идею, у них были проблемы с выстраиванием личных границ, потому что ничего твоего не было, было общее. Люди работали на общую идею, да, там ради партии, ради Сталина, ради Ленина. После этого мы имеем общество нарциссов, общество, которое научивается, пытается научиться выстраивать границы, да. И после этого мы имеем сейчас вот как раз-таки жидкое общество, депрессивное общество. Почему? Потому что люди не понимают, куда двигаться, у них нет четкого ориентира, нет человека, которым скажут, иди туда или иди туда, потому что нету Ленина, нету Сталина, ты можешь делать что угодно, у нас, пожалуйста, там, свобода слова и так далее. То есть куча информации о свободном доступе в интернете. Скажем, вот у меня родители рассказывают, что с книгами в их время была проблема. Сейчас, пожалуйста, любая информация, там даже как создать, блин, бомбу в домашних условиях. И люди потерялись, они не понимают, куда идти. Именно поэтому сейчас очень популярны тренинги по саморазвитию, да, там, духовной практике. Это все Америка уже переживала, а мы сейчас переживаем это сейчас. И понимая это, да, я сейчас буквально один процент из ста рассказал этой информацией, которую, ну, нужно про это рассказать, но хотя бы вот тренд понимания, чтобы у вас был. Понимая это, можно создать такой продукт, который будут покупать конкретно сейчас, да, понимая поведение людей, настроение людей, настроение общества. Настроение общества очень легко можно проанализировать по тому, какие фильмы популярны сейчас, какая музыка популярна сейчас, да, там, какие продукты популярны сейчас, как себя ведет общество, что ему сейчас нужно. Вот пример, бойцовский клуб. Почему в Америке бойцовский клуб был популярен? Потому что бойцовский клуб попал в правильное настроение, то есть есть такое понятие, как герой эпохи, да. Вот он попал, этот фильм, по настроению. То есть когда был депрессивный персонаж, который не понимал, ради чего жить, у него копилась, сублимировалась агрессия, да, и он эту агрессию передал во внешний мир, то есть не внутри копить начал, а во внешнюю среду за счет своего альтрего, да. То есть он создал альтер-эго, который там дрался, ходил в бойцовский клуб, и таким образом он высвободил свою агрессию. И как раз-таки вот это, это, по сути, объяснение всего поведения в Америке в те годы 90-е. Там, Япония, предположим, да, почему... Вот очень интересный момент, да, вот как вы думаете, когда мы имеем большое количество игр, там, шоу, фильмов, сериалов с большим количеством насилия, это как влияет на общество? Вот сейчас подумайте, напишите. Это увеличивает количество насилия в обществе или уменьшает, как вы думаете? Вот если мы создаем много контента с насилием, там, игры компьютерные, фильмы, сериалы, там, по телевизору показывают насилие, как вы думаете, как это влияет, понижает или повышает насилие в обществе? Подумайте. Пока вы пишете, у меня просто небольшой лаг, да, по времени, да, задержка. Сразу отвечаю, понижает. Понижает почему? Потому что когда человек, у него есть агрессия, он поиграл в компьютерную игру, он высвободил эту агрессию, да, то есть так называемый катарсис, да, то есть состояние, когда ты сбрасываешь энергию, сбрасываешь эмоциональное напряжение, да, за счет, там, того, что ты посмотрел фильм, там, поиграл в игру. Именно поэтому в Америке такое большое количество контента с насилием, потому что они боятся, что это насилие вырвется на улицу. По сути, то, что сейчас вот происходило, там, бунты, там, Black Lives Matter, да, оно могло раньше произойти, если бы Америка этого не делала. Так. Какие есть архетипы брендов? Смотрите, когда вы создаете что-то в интернете, да, там, сейчас вот популярна тема личного бренда, да, там, создание продукта какого-то, да, мы, как правило, даже не задумываемся о том, что у вашего бренда, у вашего продукта, у вашего личного бренда, вашего образа в интернете должен быть архетип. Что такое архетип? Это определенная сублимация каких-то черт, характера ваших, вашего проявления, вашего настроения, ваших каких-то отличительных особенностей в определенный характер. Всего по психологии существует 12 основных характеров, вот, основных архетипов. Вот они приведены на слайде, там, скажем, волшебник, герой, бунтарь и так далее. И когда вы, скажем, создаете образ, вот у меня образ бунтаря, да, вот у меня образ бунтаря в интернете, как люди понимают, что я бунтарь. Потому что я, там, могу иногда, там, сматериться, там, из-за я эмоциональный, там, я могу, там, прямо про что-то высказаться, да, там, негативно, либо позитивно, да, то есть я бунтарь. Я, причем, плюс бунтаря в чем? Потому что он создает путь к новому, да, то есть он не боится пробовать что-то новое, он не боится прошибать лбом устою общества. Кто у нас еще бунтарь в обществе, да? Уверен, вы про него говорили, там, Артемий Лебедев, да, или, там, Тинькофф. Вот они, люди-бунтари, да, вот это мой архетип, который я себе выбрал, он мне близок по настроению, по моему эмоциональному состоянию, по моей психокарте, да, потому что у меня родители актеры театра кино, видимо, возможно, поэтому я такой вот эмоциональный, да, тоже. И вы должны задуматься о том, какой образ вы для своего продукта тоже выбираете. Вот я сейчас быстренько пролистаю слайды, сделаю эти скриншотики, там есть объяснение того, как это выбирать. Вот, смотрите, есть архетипы и их главные функции. Вот, можете сейчас вот заслайдить, заскриншотить. И примеры компаний, которые выбрали определенный архетип. Ну, вот, скажем, Харли Дэвидсон – это бунтарь, да, то есть нарушать правила. Объяснение каждого архетипа тоже за скриншотики, не успею объяснить, но, по крайней мере, будет слайд у нас. Основные мотивы каждого архетипа. Вот, когда вы выбрали этот архетип, вся ваша маркетинг-коммуникация должна строиться на выборе этого архетипа, потому что люди хотят работать с людьми, люди хотят общаться с людьми, они не хотят покупать продукт у компании, у корпорации, они хотят купить у другого такого же человека, именно поэтому очеловечивают бренды, именно поэтому сейчас популярный личный бренд, потому что человек хочет купить у того же человека, он доверяет больше человеку, а не корпорации, да. Поэтому, когда вы выбрали архетип, вы должны всю маркетинг-коммуникацию, рекламу, там, дизайн, сайт, фирстиль, там, логотип, там, философию вашего бренда подстроить именно под этот архетип, чтобы было все логично. И когда человек будет это видеть, он будет инициализировать, что да, это про меня. Да, вот когда мы скажем, почему мы покупаем Nike, потому что Nike, он символизирует путь к чему-то новому, да, исследователь, архетип-исследователь, да, или, там, достигатор. Не это близко, то есть это близко соотносится с моими принципами жизненными. Я поэтому покупаю Nike. С кем не соотносится, они покупают, там, не знаю, там, еще что-то, да, другую компанию, у которой другие принципы в общество транслируются. Гештальт, да, сегодня про это я говорил. Смотрите, очень интересный момент. Путь клиента, да, вот вы про него все слышали, я сегодня тоже показывал, Customer Journey Map, так называемый. Он пишется, по сути, по принципам гештальт-психологии. Гештальт-психология, вот график того, как мы взаимодействуем с внешним миром. Пример, предположим, мы хотим есть. Когда мы думаем о том, что мы хотим есть, у нас рождается в голове желание. Это на этапе, это этап преконтакта. Дальше, мы думаем, как наше желание реализовать. Мы идем к холодильнику, начинаем выбирать продукты. То есть мы начинаем контактировать с внешней средой. То есть это этап контакта. Дальше, этап полного контакта, когда мы начинаем готовить яичницу, приготовили и едим ее. И это уже этап слияния с внешней средой. То есть наше желание, оно превратилось во что-то материальное, и мы это поглотили в себя. И после этого постконтакта. Мы думаем, понравилась ли нам яичница или нет. И если нам понравилось, и мы через 3 часа проголодаемся, возможно, мы повторим этот цикл. Ну, опять же, LTV, да, то же самое жизненный цикл клиента. Вот он, по сути, вот она гешталь психологии в понимании применения маркетинга. То есть, ну, естественно, что я поверхностно, но хотя бы примерно вы уже понимаете, как это использовать. Так, еще раз напомню о том, что у меня есть формат наставничества. Там могу обучать вас маркетингу, могу доводить вас до результата. Вот, можете заскринить и там ко мне обратиться, если кому-то интересно сегодня. Триггеры. Не успею все, давайте быстро пролистаю. Триггеры – это ментальные крючки, которые можно использовать для влияния на клиента, на нашего потенциального покупателя. Вот основные триггеры. Заскриньте. Разберу один из триггеров. Эффект контраста. Эффект контраста очень часто используется еще и в продажах. Когда вам называют заведомо завышенную цену, чтобы продать ту цену, которую они хотели до этого продать. Предположим, вы входите в кальяну. У кальянщика задача продать вам кальян за 2000 рублей. И с большей долей вероятности он вам его продаст, если сначала назовет кальян за 5000 на фруктовой чаше. Клиент скажет дорого, скажет, ну вот у нас есть за 2000. При этом не называй, что есть кальяны за 1000. Но если бы он сразу сказал кальян за 2000, то клиент начал бы вспоминать, какие еще есть кальяны за какую цену. То есть он бы привязался к своему опыту. И ему бы за 2000 кальян показался бы дорогим, потому что есть еще кальяны за 1000. А так мы сами ему создаем, по сути, вот это вот уравнение в голове, что есть 5, есть 2. И 2 уже кажется выгодным. Понимаете? Вот он эффект контраста. На примере слайда это когда мы, скажем, видим красивую девушку в баре, да, встречаем. И если до этого была некрасивая девушка, да, ну некрасивых девушек не бывает, давайте представим, чтобы была там трехрукая, трехногая там какое-то страшилище. После этого садится та же самая девушка. Вот эта девушка кажется нам красивее, чем она есть на самом деле, потому что на эффекте контраста. Понимаете? То есть по сравнению с этой вот непонятно чем, то, что мы вначале увидели вторая нам кажется более привлекательной. Поэтому очень часто вы можете видеть девушку полную и девушку худую, вот такой тандем вечный, да, в ходе там две подружки. Вот именно поэтому. Потому что полненькая кажется красивее, чем она есть на самом деле на фоне этой красивой. А красивая возвышает свое эго. Она кажется еще более красивой на фоне нее, да. То есть такой как бы этот тандем, как вот, знаете, в биологии есть, когда вот паразитирование, да, вот оно по сути вот оно и есть, да. Так, психоколористика тоже очень прикольный момент, да, вот по влиянию на поведение клиента. Естественно, цвет влияет. И вот я вам привожу таблицу, можете заскриншотить, как какой цвет влияет на клиента, как и где его лучше использовать, там, для кого, для мужчин или для женщин, да, для творческого проекта, либо там для какого-то материального, там, технического проекта. Вот можете заскриншотить и использовать его потом у себя в проекте. Про разработки сайта, фирменного стиля, там, рекламы. Так, это мы не успеем, это мы не успеем. Да, не забываем, отмечайте меня в сторис. Осталось буквально три минутки. Вот мой ник Instagram, небо табу, в чате продублировали. Отмечайте меня в сторис, я вам скину всем бонусы. Так, быстренько приближимся. Последнее, как мы можем влиять на клиентов за счет внимания и креатива, и упаковки. Люди находятся в состоянии автопилота, потому что 90% того, что мы делаем, мы делаем на автомате, мы даже не задумываемся об этом. Вот вы сейчас дышите, осознаете, что вы дышите, все, вам приходится контролировать свое дыхание. Также вы до этого не контролировали, да. Поэтому 90% того, что мы делаем, мы делаем автомат и не задумываемся об этом. И когда люди сидят в интернете, они тоже об этом не задумываются, что они видят там, как они к этому относятся. Поэтому наша задача включить человека, включить его осознанность. Поэтому, чтобы включить человека, нужно разорвать его шаблон, ну, как минимум, да. Именно поэтому можно использовать мат, яркие цвета, что-то нестандартное, чтобы сломать его шаблон. Дальше эффект сидящего в туалете человека. Люди заходят, смотрят рекламу, когда они там что-то делают параллельно. Либо сидят в туалете, как на слайде, либо едят, либо там с кем-то общаются. Поэтому, опять же, нужно включить клиента, то есть показать что-то нестандартное в рекламе, чтобы ему немножко сломало мозг. Потому что когда мозг видит что-то нестандартное, то, что ему до этого не встречалось, он начинает это анализировать, то есть вспомнить, как новую информацию, то есть новые нейронные связки в голове создаются. Именно поэтому он больше внимания вашему контенту уделяет. Вот пример того, как можно рвать шаблоны, да. Вот, скажем, реклама банка. на сайте Pornhub, да. То есть нестандартно, нестандартно. Там вот, скажем, кальянная, называется Нуахули, и у них там вот прикольный такой вот баннер Dante Spider, да. Нестандартно, прикольно, да. Люди фоткают, рассказывают. Вот тоже на этой конференции будут выступать мой коллега, друг Костя Зимин, у него доставка суши Йоби-да-Йоби называется. Он за счет только этого названия напродавал кучу франшизы и получил кучу хайпа. Вот он пример того, как ломать шаблон. Вот тоже пример баннеров, которые в любом случае кого-то из вас цепанут. Причем цепляют сюда разное. Причем людей цепляет именно то, что их сейчас волнует. Кого волнуют долги, они посмотрят на долги рекламу. Кого волнует машина, на машину посмотрят. Кто занимается дизайном, посмотрят вот на эту картинку, да. Это тоже психология. Итак, что-то, конечно, я не успел вам сегодня рассказать. Кто хочет презентацию, отмечайте в сторис, скину. И последнее, упаковка. Давайте, можете заскриншотить. Очень классная фраза. Я немножко перефразировал. «Встречают по одежке, провожают по уму». Я это перефразировал. «Встречают по упаковке, провожают по продукту». Поэтому самое важное в интернете – это упаковка. То есть это первое, что видят клиенты. Три правила упаковки. Клиент должен за 15 секунд ответить на три вопроса. Куда он попал, что ему предлагают, нахрена ему это надо. Вот если за 15 секунд это понятно, клиент, он может найти три вопроса, ответить, у вас хорошая упаковка. Если нет, меняйте. Вот правило 15 секунд как раз. И последнее. Задача сайта, задача любой коммуникации в интернете должна быть одна. Не делайте вариативного. Одна боль, одно решение. Избегайте вариативности. То есть показывайте что-то одно, продавайте что-то одно. Должен быть один оффер, одна задача на сайте. Задача либо продать, либо оставить заявку, либо там, не знаю, там, скачать лид-магнит. Вот. Одна задача – избегайте вариативности. Все, я закончил. Еще раз. Вот мой инстаграм. Отмечайте меня. Выкладывайте в сторис. Скину вам бонусы и мои контакты. Еще раз. Вот мои контакты, мой телеграм, мой инстаграм. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было полезно. Владимир. Я на месте. Макс, спасибо большое. Очень в тайминг. Было очень интересно. Все, я приглашаю следующего спикера, друзья. Спасибо.